всем привет на канале кулинариям с викторией сегодня готовлю шашлык из свинины шашлык из свинины в духовке сочный шашлык из свинины в духовке можно приготовить в любое время года стоит лишь вовремя замариновать мясо для приготовления нам понадобятся следующие продукты полное их количество вы найдете в описании под видео сначала нужно подготовить мясо у меня уже готовые 900 грамм я его нарезала примерно на кусочки вот такого размера не слишком большие и не маленькие свинину нам нужно замариновать и кладываем мясо в отдельную емкость мясо посолим примерно одну чайную ложечку понадобится соли плюс-минус добавим специи у меня специи для шашлыка здесь смесь красных перцев черный перец паприка сушеная горчица очень много специй разных добавляйте специи по вкусу лук нарезаю кольцами лук добавляем к свинине и выдавливаю 3 зубчика чеснока если чеснок не любите то просто не добавляйте и добавляю где-то 20-30 миллилитров растительного масла и все хорошо прямо руками перетираем и перемешиваем и как бы втираем все специи в мясо так чтобы каждый кусочек покрылся специями одновременно лук у нас пустит сок и мясо у нас будет мариноваться в специях в соке от лука получится очень-очень вкусная и ароматная накрываем свинину пищевой пленкой и убираем в холодильник промариноваться часа на 3-4 пока мясо у нас маринуется подготовим емкость которой мы будем его запекать и шпажки у меня будут деревянные шпажки если у вас такие же как у меня то их нужно залить кипятком или просто обычной водой хотя бы минут на 30 чтобы они у нас в духовке затем не подгорали для емкости подойдет либо вот такая жаропрочная емкость подбирайте так чтобы шпажки вот так вот упирались на нее вот таким образом когда мы мясо нанизаем то тогда мы вот так его сверху выложим также можно запечь шашлык на противень и положив на него решетку и вот так выложим затем шашлычок делайте так как вам удобнее шашлык мы готовим в домашних условиях поэтому нужно приспосабливаться для гарнира подойдет картофель единственное если вы делаете с картофелем то нужно его очень тонко нарезать чтобы он успел пропечь все вместе с мясом также для гарнира можно использовать любые другие овощи по сезону шашлыку я сегодня гарнир готовить не буду я приготовлю вкусную закуску два года я жила в испании и там попробовала первый раз эту закуску и она мне очень понравилась и готовится она очень очень просто сначала измельчаем помидоры любым удобным для вас способом на мясорубке на терке в миксере или просто вот меленько нарезать как я как можно мельче нарезаем в испании эта закуска называется панкон томаты что означает хлеб с помидорами ну вот я думаю столько будет достаточно два помидорчика помидоры перекладываем в отдельную емкость добавляем 3 зубчика чеснока я всегда добавляю и свежий чеснок и сушеный чеснок соли и добавляем растительное или оливковое масло и все хорошо перемешиваем оставляем помидоры промариноваться но это совсем не обязательно можно подавать сразу но если они у вас постоят пока мы будем готовить свинину они настоятся пропитаются чесночком маслицем пустят сок будет очень очень вкусно и затем нужно сделать обжарить хлебушек или сделать его на тостере и сверху на хлебушек выкладываем нашу закуску в конце я вам все покажу друзья мясо у меня промариновалось в течение двух часов не было больше некогда ждать убираю пищевую пленку шпажки у меня хорошо намокли и теперь будем нанизывать свинину на шпажки лук мы не будем добавлять чтобы он у нас не подгорал в духовке где-то по пять-шесть штучек на каждую шпажку и то же самое проделываем со всеми шпажками такой же шашлычок можно приготовить любым другим мясом курицы и говядиной и вот что у нас получилось посмотрите какая красота у меня получилось ровно на 6 вот таких шпажек и теперь шпажки со свининой выкладываем на подготовленный противень при таком запекании на противне на решетке очень легко будет переворачивать наши шашлычки отправляем запекаться свинину в ранее разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут шашлычки у меня запекались 40 минут я их переворачиваю и отправляю под золотиться еще на 15-20 минут при режиме гриль если же у вас духовка без режима крылья и конвекции то оставьте их еще запекаться минут на 20-30 при обычной температуре 200 градусов степень прожарки выбирайте сами шашлычки подрумянились посмотрите какие красивые и аппетитные они у нас получились достаем их из духовки готовые шашлычки перекладываем на блюдо можно переложить вот так как я на блюдо украшенные листьями салата шашлычки получились красивые румяные не сухие конечно без дымка но все равно получается очень очень вкусательно попробуйте приготовить шашлыки по такому рецепту вам очень понравится подаем их с любым гарниром закушкой на обед на ужин на праздничный стол всем желаю приятного аппетита не забудьте подписаться на мой канал если видео вам понравилось ставьте лайк пишите мне ваши отзывы и пожелания всего вам доброго и до новых встреч с вами была виктория субтитры сделал DimaTorzok